Музыка Тема Чупакабры Кто такая Чупакабра? Как она попала на территорию России? Чем она известна и чем знаменита? Тема моего короткого рассказа приурочена к событиям во Владимирской области, конкретно в Муромском районе, где группа Муром Космопоиск столкнулась со случаем нападения так называемой Чупакабры. То первые сообщения о Чупакабрах появились еще в конце 90-х годов. Стали приходить в массовых количествах сообщения о новом неведомом звере. Речь идет примерно о полусотне сообщений по России и примерно о полутысячи сообщений по Украине. Может быть несколько десятков сообщений по Белоруссии, Польше и другим регионам. Слово что такое Чупакабра? Само слово, сам термин, буквально означающий с испанского сосущий козью кровь, возник сначала из Пуэрто-Рико. Потом выяснилось, что подобные животные сосущие кровь из коз имеют распространение на многие страны Мезоамерики. Какой-то тот немногочисленный случай, существо, которое нападает целенаправленно на один биологический вид, в то время как ко всем остальным биологическим видам относятся сугубо нейтрально. Когда приходилось разбивать стекло и через разбитое стекло доставать жертву. Когда приходилось рвать сетку рабицу и через эту рваную сетку доставать кроликов. Когда хищник раздвигал клетки, железные прутья в клетки и через эти прутья доставал свою жертву. То очень часто во время этого доставания он рвал хребет, ломал своим жертвам и отрывал части тела. В том числе тянул с такой силой и с такой жестокостью, что в каких-то случаях я встречал, что отрывал уши. Жертву тянули с такой силой, что у кролика складывались ребра, то есть ломалась вся грудная клетка. Очень часто он, этот хищник, разобравшись со всеми кроликами, начинал забавляться с ними. Вот такой модели поведения мы не встречаем ни одного из известных нам животных, чтобы во время охоты хищник, например, раскладывал жертвы по цветам. Отдельно кроликов черных, отдельно кроликов серых, отдельно белых. Были случаи, когда из кроликов раскладывали пирамидки из тел кроликов. Были случаи, когда кроликов раскладывали в шахматном порядке, в виде вот такой вот лесенки своеобразной. Вот какой-то такой детский, может быть, игровой момент. Собаки вели себя примерно так, как ведут себя при нападении Чупакаба. То есть впадает в ступор, впадает в страшный, на них нападает страшный ужас. Они не пытаются сопротивляться и, что самое подло с их стороны, даже не пытаются подать сигнал тревоги, из-за чего вот Чупакабра нападает, как правило, в полной тишине. И вот о нападении хозяева узнают только под утро. Вот Чупакабра ни разу на эти уловки не поддалась, ни разу за несколько лет. Вот в таких случаях, когда она бы клюнула на приманку и вышла хотя бы на прямой выстрел или как минимум под телекамеру, таких случаев не было. Были эпизоды, когда охотники, просидев там долгие сутки или несколько суток в засаде, уходили там за час или за два до рассвета, решив, что Чупакабра все равно не придет. И как только человек исчезал из поля зрения рядом с кроликами, Чупакабра таки и являлась. То есть, иными словами, это зверь, хищник, которого, к сожалению, пока человек перехитрить не может, но человека перехитрить она в состоянии. Чупакабра, обладая, видимо, развитым интеллектом, в состоянии открыть там самые хитрые запоры, если она не открывает запор, она может рвать сетку, она может отгибать железные прутья, может отгибать железный пол. Был эпизод, когда Чупакабра проникла в хозяйство, одно из хозяйств на Украине, где стояло 8 клеток с одинаковыми запорами, и вскрыв первую клетку, казалось бы, найдя удачный способ проникнуть кроликам, изведя этих кроликов в первой клетке, Чупакабра, видимо, посчитала ниже своего достоинства повторяться на других клетках, и вторую клетку она вскрывала другим способом, научившись это делать вторым способом, третью, на третью, так сказать, она нашла третий способ, и так далее, на вскрытие последней, восьмой, она, уже не зная, как, видимо, ей извращаться, взяла и закатала железный пол под клеткой в рулон, и взяла кроликов из-под низа, мы, люди, по-прежнему ее почему-то считаем, вот, где-то на уровне между собакой и помесью собаки и кенгуру, вот, по крайней мере, так ее рисуют очевидцы, при появлении Чупакабры никогда не орут, не лают собаки, Может быть, Чупакабры это некая коллективная, вот, такой вот способ дистанционного воздействия на животных, из-за чего они приходят в безумство и целенаправленно направляются на человека и делают дистанционно все, что, так сказать, требуется со стороны, то есть, это способ эмпатийного дистанционного управления животными, я напомню, вот такие эксперименты еще в первой половине 20-го века активно экспериментировались, может быть, так сказать, эти эксперименты зашли достаточно далеко, а может быть, и вышли уже из-под контроля. Тема Чупакабры. Кто такая Чупакабра? Как она попала на территорию России? Чем она известна и чем знаменита? Тема моего короткого рассказа приурочена к событиям во Владимирской области, конкретно в Муромском районе, где группа Муром Космопоиск столкнулась со случаем нападения так называемой Чупакабры на кроликов, коих перебило тут несколько штук. Событие, наверное, удивительное и одновременно зловещее в рамках одного Муромского района, и так как я считаю, что такие события, такие происшествия не бывают единичными, и в случае, если действительно напала Чупакабра, а не случайный какой-то другой хищник, такого варианта я не исключаю, то это событие будет, на мой взгляд, обязательно повторяться с той или иной повторяемостью и закономерностью. Поэтому считаем своим долгом рассказать кратко об опыте исследования этого явления, этого феномена. Я намеренно не употребляю слово этого зверя, поскольку вопрос, что это за зверь, до сих пор не решен, точно так же, как не решен вопрос, вообще этот вопрос является биологическим, или же он, скорее, его можно вынести за рамки чисто биологических исследований. То есть, в любом случае, я против того, чтобы к феномену Чупакабра мы относились исключительно с точки зрения знатока зоологии или знатока охотничьего дела. Чтобы основываясь на опыте зоолога, знатока животных, мы говорили, вот кем может быть из известного списка животных этот самый злосчастный хищник. Кроме того, я сразу хочу обозначить главный тезис, что большая часть всех сообщений о Чупакабре, по крайней мере, на территории России, коих, по моим подсчетам, только за последние несколько лет было порядка полусотни, а если быть совсем точным, то первые сообщения о Чупакабрах появились еще в конце 90-х годов, может быть, в начале 2000-х. Это были единичные сообщения из Оренбургской области, из Урала, и, может быть, еще из нескольких областей. Но с 2008 года, это ключевая точка в нашей истории, эти сообщения стали расти лавинообразно, и в большинстве регионов Украины, а точнее, в большей части, в срединной части Украины, небольшое, несколько областей в Западной Украине, на Севере, на Востоке, то есть, сама максимально на Запад Львовская область, сама максимально на Восток Харьковская область, некоторые области на Юге, ну, практически там единичные случаи были, и множество областей на Север, а также несколько областей на Юге Белоруссии, несколько областей или регионов на Востоке Польши, и несколько областей на Западе России, то есть, вот такой ареал распространения этого зверя, предполагаемый ареал, конечно, предполагаемого зверя, по своим размерам чуть-чуть превышающий территорию Украины. Вот с этих мест стали приходить в массовых количествах сообщения о новом неведомом звере, и с 2008 года, вот фактически сегодня мы можем праздновать в какой-то степени пятилетие этого парадного шествия Чупакабры по территории СНГ, и за пять лет этот ареал распространяется потихоньку на Восток и достиг в настоящее время с самого восточного и своего распространения вплоть до левобережной части Новосибирской области, то есть там с левого берега реки были встречены три случая появления Чупакабры, но по правому, на правом берегу и восточнее Новосибирска, к счастью, мы пока не имеем таких сообщений, но, что называется, еще не вечер. Так вот, анализируя все эти сообщения, повторюсь, речь идет примерно о полусотне сообщений по России и примерно о полутысячи сообщений по Украине, может быть несколько десятков сообщений по Белоруссии, Польше и другим регионам, мы можем просуммировать их и отнести примерно к двум неравным по количеству папкам или типа. Первый тип, условно назовем этот тип непонятное существо, существо, ненавидящее кроликов и проводящее над ними какое-то тоталитарно демонические какие-то экзорцистские преследования, российские преследования этих несчастных кроликов, и вторая часть, второй тип чупакабры, назовем его восточным, то есть западный тип, это чупакабра срединно-украинского типа, и восточная чупакабра, это чупакабра брянский типаж, условно, просто я называю это по месту первого досконально изученного эпизода. Это случаи нападения больных известных хищников, то есть известных охотоведом, хищников обычно не совершающим налеты на человеческое жилье, на кроличьи клетки, в частности, вот как в данном случае, хищников, которые в обычной своей среде в лесу занимаются там охотой на других диких существ, но из-за, либо из-за болезни, либо из-за пожаров в лесу, или из-за порубки леса, но так или иначе, из-за сужения ареала своего охоты, а также из-за заражения, предполагаемого заражения бешенством, или другими тяжелыми заболеваниями, эти хищники, условно говоря, теряют самообладание, теряют прежний характер, приобретают, так сказать, видимо, какой-то другой характер, и теряют свою осторожность, и выходят к людям, нападая на человеческое жилье, и вот проводят такой террор. Делают то, что в обычном своем состоянии осторожные хищники обычно не совершают. Значит, как рассказывают охотоведы, на это способны либо отчаявшиеся животные, ну, что называется, с голоду, когда у них просто нет другого выбора, либо животные, действительно больные, у которых теряется чувство осторожности, либо, может быть, в каких-то других случаях, о которых мы пока не знаем. Ну, в любом случае, когда эти известные хищники, а именно, это могут быть росомахи, еднотовидные собаки, волки, собака-волки чаще всего, то есть это смесь, помесь обычных лесных волков, диких предков современной собаки, к слову сказать, и собак, брошенных человеком, живущих на свалках, на окраинах населенных пунктов, периодически волки нападают на своих городских и сельских сородичей, как правило, их убивают, но бывает достаточно часто и моменты спаривания, моменты, после которых рождается в больших количествах, все больше и больше количества рождается, так называемых собаковолков, стаи которых уже замечены в больших количествах, вот, например, восточнее Москвы, в Тульской, Тамбовской областях, в областях, в районе Мещеры, есть собака-волки на Волгоградской области, одним словом, это уже тот биологический фактор, с которым нельзя не считаться, и фактор, реально существующий, давлеющий на природу, это дикие животные, в чистом виде, которые имеют еще далеко не изученные повадки, это животные хитрые, с одной стороны, жестокие, впитавшие в себя все самые, так сказать, жестокие черты своих волчьих сородичей, и в то же самое время не боящиеся человека, поскольку по их собачьей линии родства, их предки очень долго соседствовали, дружили и сотрудничали с человеком, это животные, лишенные страха перед человеком, это животные, которые на обычные человеческие хитрости, там, в частности, на красные флажки, на которые обычно, с помощью которых обычно охотятся на волков, вот эти методы против них бессильны, обычный опыт охотников, выходящих охотиться на волков, в данном случае не срабатывает, и когда охотники, столкнувшись вот с этим новым видом животных, удивленно разводят плечами, руками и говорят, ничего подобного в этом не видели, наверное, в этом есть своя правда, потому что вот эта новая формация, она появляется буквально на наших глазах, растет и дает о себе знать. Ничего удивительного в том, что эти собаковолки выходят на жилье, поскольку ареал охоты в лесу уже давно поделен, там давно есть свои волки, волчьи стаи, там давно, так сказать, все места заняты, и приходится волей-неволей вклиниваться, искать свое место под солнцем. Значит, я не исключаю, что часть, и может быть даже большая часть этих сообщений о нападении чупакабры вызвана появлениями именно нового типа хищника, который появился буквально на наших глазах в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, причем это время удачно совпадает с моментом появления массового всплеска сообщений о чупакабре как таковой. Теперь два слова, что такое чупакабра. Само слово, сам термин, буквально означающий с испанского сосущий козью кровь, возник сначала из Пуэрто-Рико, потом выяснилось, что подобные животные, сосущие кровь из коз, в общем, имеют распространение на многие страны Мезоамерики, то есть это латиноамериканские страны Северной и Южной Америки. Это слово, так сказать, чрезвычайно популярно в западном полушарии, постепенно стало известно у нас. Я помню, как в 80-х, 90-х годах слово чупакабра, в общем, произносилось с явно таким юмористическим оттенком. Многие перефразировали эту фразу чупакабра, чупачупс или что-то в этом роде, так сказать, шутили, но не прошло и нескольких лет после 2008 года и уже в 2009-2010 в Украине, где количество нападений чупакабры на домашних животных исчислялось уже многими десятками или сотнями, где нападения эти происходили с завидной регулярностью каждую ночь или через ночь, настроение общественности и взгляд общества на это явление сменился от ироничного, на очень настороженный, я бы сказал так, на враждебный. это существо, как выяснилось по сумме всего того, что мы имеем, ничего плохого конкретно человеку изначально, видимо, не хотело. то есть это существо, не относящееся агрессивно к человеку, это тот немногочисленный случай, существо, которое нападает целенаправленно на один биологический вид, в то время как ко всем остальным биологическим видам относится сугубо нейтрально или даже, может быть, даже дружелюбно. Под словом биологический вид, на который она охотится, я имел в виду, конечно, кроликов. Почему кроликов не знаю, и, видимо, этого не знает никто. Почему в Латинской Америке вот в качестве такого нежелательного объекта выбрана коза или козы, а у нас это кролик, тоже, так сказать, ничего кроме шуток на этот счет разумительного сказать нельзя. Но констатация факта такова. На человека и на других животных целенаправленно это существо не нападало почти никогда. Слово почти означает, что за пять предыдущих лет четыре нападения все-таки было. Все произошли в Центральной и Северной Украине, и все эти сообщения, ну, возможно, каких-то, я не знаю, все известные мне сообщения при ближайшем рассмотрении, как оказалось, и были случайными, ну, условно их можно обозначить, как люди оказались случайно не в том месте, не в то время. Значит, один случай закончился смертью. Правда, не исключено, что смерть наступила в результате осложнений из-за болезни. Ну, так или иначе, это была смерть девушки. Вот так вот выключился свет случайно. После слова смерть девушки произошла после того, как она побывала в больнице после нападения Чупакабры. И уже практически вылечилась, но вот после излечения все-таки впоследствии умерла. Три других случая. Это случаи легкого ранения, когда пострадавшие попадали в больницу скорее не из-за травм, это были царапины на их теле и синяки, а скорее просто, ну, как бы это сказать, из-за легкого шока или даже тяжелого шока от пережитого. Значит, во всех случаях люди оказывались случайно лицом к лицу с Чупакаброй. В одном случае, например, хозяин вышел на крыльцо, почувствовав или услышав, что кто-то забрался в крольчатник, чтобы посмотреть, что за вор, так сказать, посетил его. В другом случае женщина шла по темной улице и ей навстречу вот это существо выскочило. Ну, судя по всему, в темноте произошло это столкновение. В другом случае существо прыгало с крыши, надо сказать, она очень прыгучая, и тоже, так сказать, видимо, не рассчитало как-то и столкнулось с человеком. Но в любом случае целенаправленного нападения это существо способно, я в этом нисколько не сомневаюсь, способно физически перебороть человека и его победить, в его силе этого существа, подчеркиваю, сомнений нет ни на секунду. Вот, несмотря на это, каких-то таких попыток оно не предпринимало. Точно так же оно практически, это существо, не предпринимает попыток нападения на других животных, хотя есть случаи, когда после нападения Чупакабры находили мертвых собаку, кошку, там, курицы и еще каких-то, может быть, еще каких-то животных. Но, вот, опять же, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что вот вышеупомянутые животные просто вот оказывались на пути исследования этих самых Чупакабр, условно говоря. Вот, то есть, опять так же, как человек в неудобное, в ненужное время, в ненужном месте оказывались. И самое главное, на самом деле, несмотря на сотни нападений на кроликов, на самом деле эти существа не съели и не выпили кровь, что часто им приписывается. Якобы они все это делают ради выпивания крови, то есть, пьют, как вампиры пьют кровь этих убиенных кроликов несчастных. На самом деле, при ближайшем рассмотрении, мне неизвестно достоверно, опять же, подчеркиваю, может быть, такая информация есть, но все, что я читал, это просто слухи о том, что Чупакабры пьют кровь. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что в трупах животных, на самом деле, вся кровь на месте. Нет никаких признаков того, что животное, хищник съедает хотя бы часть этих кроликов или выпивает хотя бы часть их крови. В основном, все трупы кроликов остаются, как говорят в таких случаях криминалисты, без признаков насильственного воздействия, то есть, никаких травм, никаких порезов, следов укусов и прочих следов физического воздействия. Животные, трупы, умирают, такое ощущение, от страха или от ужаса, или от какого-то иного нефизического воздействия. На них есть следы только того, что их кто-то брал за шкирку, за уши, за шиворот, возможно, еще за какие-то части тела. Нет признаков того, что им душили горло, что им перерубали хребет или еще что-либо делали. Но это я сейчас говорю только о тех случаях, когда у нападающих была возможность этих кроликов взять в свои лапы или в свои руки клешни в целом виде. В тех случаях, когда нападающему приходилось извлекать тела кроликов, живых кроликов из клеток, например, когда невозможно было открыть дверцы и спокойно забрать оттуда кроликов целыми, когда приходилось разбивать стекло и через разбитое стекло доставать жертву, когда приходилось рвать сетку-рабицу и через эту рваную сетку доставать кроликов, когда хищник раздвигал клетки, железные прутья в клетки и через эти прутья доставал свою жертву, то очень часто во время этого доставания он рвал хребет, ломал своим жертвам и отрывал части тела, в том числе тянул с такой силой и с такой жестокостью, что в каких-то случаях я встречал, что отрывал уши этим существам. Я догадываюсь, что при этом жертвы испытывали, сказать, что они испытывали шок, наверное, это не сказать ничего. Они могли наверняка погибнуть в том числе и от болевого шока. Ничего удивительного в том, что большая часть кроликов умирала от отцу с выражением ужаса на мордочках своих. Есть случаи описаны, когда хищник запустил свою лапу в ячейку клетки, ячейка со звеном, с шириной порядка 6 сантиметров, то есть это ячейка, не позволяющая просунуть руку даже взрослому человеку уж точно, даже подростку, даже женская рука, наверное, далеко не каждая пролезет сквозь такую дырку, а животное, хищник, видимо, более миниатюрно все-таки свою руку запускало, и эта рука, несмотря на свою миниатюрность, видимо, обладающая, я сказал, рука, извините, у животного считается, рук нет, есть лапа, и эта миниатюрная лапка лапка, не лапа, а лапка, маленькая, тоненькая, между тем обладала такой страшной силой, что могла, схватив кролика за уши, тянуть его с такой силой, что кролика, конечно, невозможно протащить через это игольное ушко, но тянула с такой силой, что отрывала этому кролику уши, а в другом случае, когда кролика тянули за уши через сетку с немножко большим размером, когда голова все-таки пролазила через это узкое отверстие, а грудная клетка не пролазила, то жертву тянули с такой силой, что у кролика складывались ребра, то есть ломалась вся грудная клетка, и только тогда, так сказать, тушка с переломанными, извините за такие физиологические подробности, костями, естественно, кролик в этот момент наверняка уже был мертв от болевого шока, и только тогда, так сказать, тело извлекалось со страшными мучениями, извлекалось и клалось на землю, то есть, иными словами, все случаи, когда свидетели, когда хозяева, когда мы приезжаем на место происшествия, милиция приезжает на место происшествия, соседи, и многочисленные зеваки, видя, так сказать, большое количество жертв этого ночного гостя, в тех случаях, когда люди видели кровавые подробности, я объясняю тем, что своих жертв хищник добывал потом и кровью в буквальном смысле, что он им рвал кожу и части тела не ради того, чтобы добиться максимального кровавого эффекта, а просто для того, чтобы добыть эту добычу. Как только он имел добычу в своих лапах, он, хищник, терял к ней интерес как к жертве, он не использовал ее в пище, он не выпивал эту кровь, а просто либо бросал эту жертву на землю, что чаще всего и происходило, либо, вот это, так сказать, любопытно, очень часто он, этот хищник, так сказать, разобравшись со всеми кроликами, начинал забавляться с ними, вот такой модели поведения, мы не встречаем ни одного из известных нам животных, чтобы во время охоты хищник, например, раскладывал жертвы по цветам, отдельно кроликов черных, отдельно кроликов серых, отдельно белых, были случаи, когда кролик, из кроликов раскладывали пирамидки из тел кроликов, были случаи, когда кроликов раскладывали в шахматном порядке, в виде вот такой вот лесенки своеобразной, вот какой-то такой детский, может быть, игровой момент, сложи пирамидку из тушек кроликов присутствует в этом в каком-то страшном спектакле под названием Забавы украинского Чупакабры что это за такой высокий интеллект не очень высокий, но тем не менее интеллект с претензиями на игривость то что мы имеем дело все таки с интеллектом интеллектом выше чем у обычного хищника к слову сказать не следует принижать естественно повадки и привычки обычных хищников которые в общем тоже достаточно хитры на выдумку будь то росомахи или волки или собаки но тем не менее новый класс хищника на порядок сложнее и о его умственных способностях например говорят его возможности в открывании разного рода замков открывании преодолений разного рода преград и вскрытие разного рода клеток и других приспособлений которые хозяева естественно желая сохранить вот в ходе вот такого ночного террора своих кроликов пытаются так сказать оградить их от ночных нападений вскрывается буквально любое вот как заядлый медвежатник от вскрытия любых крепостей и любых клеток вот в том числе вот мы видим достаточно прочные видимо стальные клетки которые небрежно открыты я к сожалению не знаю что за ограждения были внешние не знаю какие стояли замки но то что ничто не помогло в общем и в данном случае это очевидно вот так же не помогает буквально ничто в известных мне случаях разве что может помочь единственное что может помочь даже не наличие собаки которых привязывают к этим клеткам хозяева поскольку собаки при приближении этого нового хищника вот не ведут себя как обычно они ведут при приближении волков росомах и прочих и прочих так сказать своих злейших лесных врагов то есть они как минимум лаят если боятся напасть самим или если чувствуют свое превосходство просто нападают и прогоняют ночного гостя вот в данном случае они относятся к новому хищнику примерно так это нам объясняют биологи как бы они относились к абсолютно непонятному для себя существу например когда проводили эксперименты в украинских зоопарках так сказать показывая собакам разных животных оказывалось что они одинаково агрессивно реагируют и на волков и на тигров и на медведей и на кого угодно так сказать длинный перечень но при появлении горилл при появлении больших обезьян сторожевые собаки терялись видимо в их мозгах не могло отпечататься решение как реагировать на этих странных существ вроде люди полулюди полуживотные полуобезьяны ну слово обезьяны они не знают наверняка полуволки в виде людей в общем что-то непонятное и собаки вели себя примерно так как ведут себя при нападении чупакаба то есть впадают в ступор впадают в страшный на них нападает страшный ужас они не пытаются сопротивляться и что самое подло с их стороны они даже не пытаются подать сигнал тревоги из-за чего вот чупакабра нападает как правило в полной тишине и вот о нападении хозяева узнают только под утро или если случайно выйдут во двор и увидят этот разбой воочию в этом случае чупакабра убегает оставляет так сказать свое дело на половине поэтому собака здесь увы нам оказалось не нам людям оказалось не помощник не помогают даже самые совершенные запоры конечно там 5-миллиметровая сталь броня безусловно и спасает положение но лучше всего спасают кроликов эпизоды когда кроличьи клетки заносят просто на ночь в человеческий дом то есть к человеку чупакабра не лезет то есть прямой агрессии я напомню по отношению к человеку нет и если кролик рядом с человеком так сказать видимо чупакабра решает что не особенно и надо нападать вот и отчасти это объясняет то что все наши попытки залечь в засаде выманить чупакабру и в качестве приманки ей подсовывали ее любимых кроликов на пожалуйста приходи кушай своих кроликов ну к слову она же не кушает нападай на своих кроликов мы тут немножко тебя пофотографируем и немножко тебя значит пив-паф вот чупакабра ни разу на эти уловки не поддалась ни разу за несколько лет вот таких случаев когда она бы клюнула на на приманку и вышла хотя бы на прямой выстрел или как минимум под телекамеру таких случаев не было как например самый такой долгий случай охоты за чупакаброй группа Ромный Космопоиск Владимир Литовка полтора месяца просидел в засаде вот ожидая прибытия ожидая что клюнет хоть одно существо но этого не случилось вот в других случаях я знаю были эпизоды когда охотники просидев там долгие сутки или несколько суток в засаде уходили там за час или за два до рассвета решив что чупакабра все равно не придет и как только человек исчезал из поля зрения рядом с кроликами чупакабра таки и являлась то есть иными словами это зверь хищник которого к сожалению пока человек перехитрить не может но человека перехитрить она в состоянии наличие человека кролику жизнь продлевает а вот наличие мощных запоров и хороших стенок далеко не всегда я уже сказал что чупакабра обладая видимо развитым интеллектом в состоянии открыть там самые хитрые запоры если она не открывает запор она может рвать сетку она может отгибать железные прутья может отгибать железный пол был эпизод когда чупакабра проникла в хозяйство одной из хозяйств на Украине где стояло 8 клеток с одинаковых клеток с одинаковыми запорами и вскрыв первую клетку казалось бы найдя удачный способ проникнуть кролика изведя этих кроликов в первой клетке чупакабра видимо посчитала ниже своего достоинства повторяться на других клетках и вторую клетку она вскрывала другим способом научившись это делать вторым способом третью на третью так сказать она нашла третий способ и так далее на вскрытие последней восьмой она уже не зная как видимо ей извращаться взяла и закатала железный пол под клеткой в рулон и взяла кроликов из-под низа так сказать последним восьмым способом считая опять же ниже своего достоинства повторять семь предыдущих способов каждый из которых оказался оказался действенным то есть иными словами элемент какой-то соревновательности желание доказать я не знаю кому и зачем она доказывает свой интеллект может быть прежде всего самому себе мы люди по-прежнему ее почему-то считаем вот где-то на уровне между собакой и помесью собаки и кенгуру вот по крайней мере так ее рисуют очевидцы иногда с крылышками такое вот извините карикатурное сравнение практически калька с карикатурного изображения которым награждали Чупакабру еще в 80-е годы вот латиноамериканские очевидцы вот то есть мы не очень далеко пошли от них к слову о крылышках на самом деле крылышки действительно рисуют карикатурно маленькие и хотя они находятся так сказать сзади где и положено быть крылышком мы знаем из анатомии что одновременное нахождение у биологического существа и передних конечностей и крыльев и задних конечностей то есть итого 6 конечностей 6 не встречается в природе шестиконечные млекопитающие в виде летающих драконов и других или например кентавров с двумя копытными копытными конечностями и двумя руками вот такие существа существуют только в мифах и легендах мы их не встречаем в природе поэтому говорить всерьез если крылатая чупакабра наверное не приходится но несколько странных эпизодов а именно случаи когда чупакабра нет не летала но подлетала ну примерно на такие расстояния как подлетает существо со слабыми крыльями такие как курицы они не могут перелететь на сотни метров ну запросто перелетают заборы с разбега подлетают на крыши ну и другие препятствия вот примерно такие же примеры значит мы встречаем в описаниях действий чупакабра в том числе эти действия можно восстановить по следам на снегу например когда имеется длинная цепочка следов по глубине вмятин этих следов на снегу удается даже рассчитать давление на снег давление на опору и соответственно и вес животного оно где-то находится в пределах 50 килограмм то есть в общем вполне себе не очень большой хищник то есть в пределах веса среднего или мелкого волка или собаки и давление этих следов как правило трилапых четвертый палец у этих следов слабо развит как правило это давление на всем на всей длине следов примерно одинаковое но при приближении к забору или при при приближении крыши где хищник казалось бы должен оттолкнуться задними конечностями чтобы прыгнуть на этот забор или прыгнуть на крышу казалось бы здесь толчковые ноги должны вмять снег гораздо глубже чем ранее до этого но мы встречаем противоположный эффект здесь такое ощущение что существо как бы обезвешивается ну я бы употребил может быть слова типа там включает какой-то антиградационный двигатель и уничтожает частично уничтожает вес идет вверх идет на взлет но видимо так сказать взлететь не может либо другой может быть более прозаичный вариант происходит примерно то же самое как если бы существо типа нелетающей птицы типа курицы начало интенсивно махать руками подъемная сила крыльев еще недостаточно чтобы поднять упитанное тело но вполне достаточно чтобы при небольшой помощи конечности оттолкнувшись или на скорости преодолеть небольшое расстояние и в этом случае кстати говоря присмотритесь к тому прилетает курица через преграды она тоже перед прыжком обезвешивается и ее конечности слово сказать тоже трилапы они тоже оставляют на снегу вмятины меньшего размера чем когда курица идет сложив свои крылышки и не двигая ими то есть что называется шестиконечные существа с передними задними лапами и крылышками это конечно не более чем миф но повод задуматься а черт его знает а тогда о чем же так сказать мы говорим когда слышим сообщение очевидца об этих маленьких крылышках и что же мы имеем ввиду когда видим своими глазами эти цепочки следов странные вот как сложить эти явно противоречившие нашим привычным зоологическим представлениям о животных как их совместить с наблюдаемыми фактами я сказать затрудняюсь значит было множество попыток теоретиков украинских и российских я уж не говорю про латиноамериканских польских и других исследователях придумать какую-то удовлетворяющую всех версию что же такое это само существо самое более менее наукообразное объяснение я нашел в работах своих коллег Украина космопоезд один из них всерьез доказывает что в роли чупакабры вполне может выступить сбежавший из украинского зоопарка Орангутан существо обезьяна с хорошей физической силой надо сказать определенный плюс в этой версии есть поскольку у Орангутана как минимум очень мощные передние конечности и все что я рассказал про изуверские расправы с кроликами про то как легко вскрываются клетки и преодолеваются преграды в принципе про Орангутана вот такое сказать можно его силы по крайней мере в мощных конечностях для этого наверняка хватает правда вот я бы не сказал что у Орангутана тонкие женоподобные лапки способные пролезть в дырке 6 на 6 сантиметров что-то так сказать не вяжется с его крепкими передними руками ну кто хочет увидеть кто хочет подтвердить или опровергнуть это сомнение сходите в зоопарк посмотрите на Орангутангов так сказать поближе и вы поймете в общем это существа которые смешны и на которых показывают пальцем и смеются только тогда когда они в клетке когда вы с ними столкнетесь в природе то лучше этих братьев наших меньших не дразнить они по физической силе превосходят человека наверное можно было бы списать некоторые нападения на диких одичавших пардон Орангутангов если бы эти нападения происходили бы не в разных частях Украины одновременно и вот даже одна банда Орангутангов наверное не сумела бы поспеть всюду и за всеми наверное невозможно объяснить этой версии то что эта банда добралась и до России в том числе до Новосибирска такого количества сбежавших Орангутангов наверняка нет ни в России ни на Украине ну я уже не говорю про некоторые другие аспекты вот в том числе наличие трехлапых лап я не говорю про то что эти Орангутангов надо что-то кушать мы не видим никаких нападений ради еды то есть это такое нападение ради эффекта не более того мы не видим пастбище мы не видим остатков еды этих животных мы не видим их лежбище их гнездование их жилище их детеныши их в конце концов видимо им надо где-то размножаться где-то жить и что-то кушать вот всего этого мы не наблюдаем я уж молчу про то что Орангутанги это и вообще все обезьяны это очень теплолюбивые животные и на территории Советского Союза комфортно они жили только в Абхазии во всех остальных местах в закрытых обезьянных питомниках и в зоопарках ну в частности в России их в зоопарках зимой переводят в зимние вольеры и судьба одичавших сбежавших обезьян в общем честно говоря вызывает только желание помочь и большие соболезнования у защитников природы чтобы популяция или хотя бы один хищник орангутанг выжил зимой на природе и при этом я подчеркиваю не охотился ради добывания пищи ради того чтобы выжить а охотился только вот ради развлечения что мы видим раз за разом вот в такую историю конечно наверное поверить еще сложнее чем предположить что мы все-таки столкнулись с каким-то новым биологическим видом или с каким-то новым физическим явлением искажающим вот все что мы видим то есть я не исключаю что мы только предполагаем что это просто какой-то хищник а на самом деле видим последствия чего-то совершенно иного я так сказать оставляю выводы за вами думайте сами но в окончании хочу заметить что на самом деле все вышеперечисленное что я рассказывал про среднеукраинский тип чупакабры я перечислю тезисно его основные особенности нападает только на кроликов игнорируя все другие виды животных никогда не нападает ради еды всегда это делает ну так грубо в шутку можно сказать из любви к искусству на самом деле ради эффекта ради того чтобы продемонстрировать свой интеллект и силу то есть никогда не съедает это никогда не пищевая потребность нападения на кроликов следующее он никогда не не причиняет кроликам вреда если это необходимо он никогда их не убивает не прокусывает не ломает хребет не отрывает шкуру и так далее и тому подобное и четвертая или следующая особенность он никогда это не делает в присутствии человека вот человек присутствие человека вообще человек для этого существа это существо ну условно говоря персона нонграта которого она она не хотела бы видеть и с ним встречаться но иногда вот случайно такие встречи происходят с печальными не очень приятными для человека последствиями вот четыре основных особенности этого существа они не относятся ко второму типу который я все чаще чаще встречаю в России а именно мы мы видим нападение в России непонятных существ не только на кроликов но и на баранов на свиней на куриц на уток и там через запятую на многих на многих других видов домашних тварей мы видим что при нападении этих существ остаются рваные раны перегрызанные шеи оторванные конечности многочисленные следы укусов порезов ну есть случаи когда есть всего две аккуратные такие ранки на шее что кстати говоря характерная особенность кошачьих когда они придушивают это особенность рыси например придушить свою жертву только слегка прикусив ей горло мы видим еще следующая особенность чупакабры она при появлении чупакабры никогда не орут не лают собаки есть только редчайшие случаи вот редчайшие исключения например в группе ровный космопоиск была только одна героическая собака которая лаяла и бесстрашно нападала на чупакабры все остальные так сказать были в шоке но эта собака как потом нам сообщили с печалью героически погибла вот в неравной схватке с очередной чупакаброй все остальные собаки трусливо поджимали хвосты и закатывая от ужаса глаза прятались стыдливо в своих конурах и когда хозяева утром выходили и говорили как же так вы поставлены здесь для охраны так сказать они только показывали что немножко сошли с ума и вообще они ни о чем таком не знают лучше сдайте нас в психушку но мы больше не хотим так сторожить вот полное игнорирование и страшные и страх перед чупакабрами это главная особенность этих хищников не имеет это никакого отношения к существам второго типа когда нападают они очень часто мы слышим от хозяев что соседние собаки или свои соседние собаки просто беснуются от ярости пытаются как-то наброситься напасть защитить но вот хищники оказываются все равно сильнее или может быть нападают на крольчатник на на птичник там где собак нет и так сказать как бы собаки не лали все равно делают свое дело вот иными словами я хочу принципиально разделить два типа случаев одни случаи вот те которым я посвятил большую часть своего рассказа это случай нападения непонятно кого идентифицировать это существо я пока не берусь существо действительно загадочное требующее нашего изучения и существо более близкого к пониманию что ли более привычного для охотоведов и зоологов чаще всего вот на поверку таковым хищникам являются всякого рода дикие собаки собака волки лисы рыси и прочие разные росомахи или так сказать иные лесные хищники которые слегка или даже не сильно или даже сильно изменяют свой рацион ареал действия которые заболевают и изменяют свой внешний вид настолько что их не узнают которые заражаются бешенством из-за этого резко меняют характер своих действий ну и так далее то есть в случаях если животные никогда не нападавшие доселе на человека вдруг это делают первый раз ничего удивительного что местные жители приходят в ужас и говорят это что-то новое мы никогда с этим не сталкивались это не может быть всем нам хорошо известный волк или лиса который никогда этого делать не будет а то что там нам показали охотники убитое лысое существо это не может быть так сказать ничто из нам известных ну потому что облысевшие из-за болезни там кошка лиса росомаха или волк или та же собака действительно не похожи сами на себя и так и остаются так сказать неопознанными и только точная точный анализ например на основе клочков шерсти который иногда к нам попадает на анализ дает некоторые основания говорить что возможно мы опять сталкивались со старыми знакомыми даже по детским сказкам лисам волкам и собакам которых почему-то приняли за чупакабр может быть причина вот этого явления и не в первом случае и в первом объяснении и не во втором возможно истина где-то посредине возможно на самом деле мы можем говорить осторожно конечно что может быть чупакабры это некая коллективная вот такой вот способ дистанционного воздействия на животных из-за чего они приходят в безумство и целенаправленно направляются на человека и делают дистанционно все что требуется со стороны то есть это способ эмпатийного дистанционного управления животными я напомню вот такие эксперименты еще в первой половине 20 века активно экспериментировались на уровне животных в цирках в том числе в московском в том числе в московском уголке Дурова с успехом такие эксперименты ставились на животных может быть так сказать эти эксперименты зашли достаточно далеко и может быть и вышли уже из-под контроля и происходят как-то спонтанно или по цепной реакции мне сказать сложно но я не исключаю того что резкое изменение характеристики и поведения животных оставляющих следы и доказательства того что они являются известными нам животных связано с каким-то внешним воздействием с каким-то либо внешним намеренным воздействием либо внешним изменением среды косвенным воздействием чего-то другого может быть изменением экологии может быть еще каким-то экологическим воздействием природу которого мы до конца не знаем но в любом случае разобраться с этим явлением возможно В принципе, только в том случае, если мы будем продолжать исследовать, заниматься этими эпизодами, раз за раз, так сказать, возвращающимися к нам, несмотря на общее скептическое отношение к этим явлениям, что греха таить. И наше скептическое отношение тоже. Вот, несмотря на то, что этого всего не может быть, но, тем не менее, мы раз за разом видим, что местные трагедии просто, так сказать, вопьют нам об этих исключениях, так называемых исключениях, коих уже набирается ни один, ни два, а многие десятки и даже сотни. И пора уже говорить не о исключениях из правил, а о системе каких-то явлений, которые переросли уже, если не в традиции, то, по крайней мере, в достаточно устойчиво повторяющуюся линию поведения, непонятно с чего, непонятно с какой целью. Поэтому уберем отрицательное или недоверчивое отношение к этим явлениям и спокойно, взвешенно и деловито просто соберем фактологию и рано или поздно, я уверен, мы поставим, и только тогда мы рано или поздно поставим точку в этом вопросе. Спасибо за внимание и давайте дождемся следующих исследований, следующих случаев.